В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте, в студии Даяна Саитова и в начале коротко о главных темах выпуска. Новый дом для IT-компаний. Плюс, напротив, через дорогу, мы строим поселок, IT-поселок для наших специалистов. Как будет развиваться особая экономическая зона в селе Усады? Лина Зинатулина. Проектная документация в открытом доступе. По периметру будет все облагорожено деленными насаждениями. Где можно изучить документацию по мусоро-жигательному заводу, знает Анна Городнова. Просят о помощи. Ни санаториев, ни обилизационных центров, потому что их сказаний нет. С какими проблемами родители детей-инвалидов вышли на митинг? Альбина Аслагараева. Необычный сосед. Белого ворона, белого вороненка я еще в жизни не видела. Кому пожаловала белая ворона и что она сулит? Узнавала Альбина Минибаева. Шквал с грозой. Обещают синоптики уже в ближайшие часы. Третий день в республике штормовое предупреждение. Завтра метеорологи обещают сильный ветер, а ближе к вечеру грозу и град. МЧС советует быть осторожными, не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. А водители без крайней необходимости не выезжают за пределы города. Чемпионат состоится при любой погоде. Сегодня готовность Казани к футбольному мюндиалю проверил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Такие визиты главного полицейского страны запланированы в города, где принимают чемпионат. На что министр обратил внимание и какие вопросы задал, узнал Дмитрий Аринин. Эстафету министерской проверки перед чемпионатом мира Казань приняла у Ростова-на-Дону. Туда Владимир Колокольцев приезжал в минувшую пятницу. В столице Татарстана вместе с Рустамом Минихановым министр ознакомился с работой операционного центра на Казани-арене. Здесь 14 июня по 15 июля пройдут 6 матчей мундиаля. Возник вопрос, сколько времени занимает эвакуация со стадиона. Напомним, Казань-арена вмещает 45 тысяч зрителей. Посмотрели, как здесь расположились полицейские. Судя по реакции, внутренний вид и атмосфер на стадионе министру понравились. Далее по маршруту помещения – пункты временной дислокации сводного отряда полиции, в которых разместились прикомандированные сотрудники на период чемпионата. Они проживают в одной и двух местных комнатах с удобствами. Созданы условия для спортивных занятий, организован кабинет психоэмоциональной разгрузки. Подытоживая визит, министр провел рабочее совещание с участием руководителем ВД России по Татарстану. Дмитрий Иринин, ТНВ, Казань. И сегодня экстренные службы в очередной раз доказали готовность к ЧП. Аэропорт Казань пришлось эвакуировать. В 6.50 поступил телефонный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве. Пассажиры и персонал аэропорта вывели из здания. На территории отработали кинологи, полиция и другие экстренные службы. Через полтора часа аэропорт возобновил свою работу в штатном режиме. Проведена проверка кинологическими подразделениями полиции и другими структурами. В 8.20 аэропорт возобновил свою работу в штатном режиме. Авиарейсы задержаны не были. Село, которое станет IT-кластером. Сегодня в усадах Лаишевского района официально открылся новый технопарк. Это здание уже третье в особой экономической зоне и на поле Слаишева. 1200 рабочих мест и бизнес, работающий на весь мир. Площадку оценил и Рустам Мениханов. Как технопарк изменит село и какие перспективы откроет для всей республики? Лина Зинатулина. Давайте поддержим аплодисментами. Нажать отправить. Сообщение отправлено. Подборные громкие овации. В Доме высоких технологий сообщение, конечно же, электронное. Символическое послание от президента резидентам. Новый технопарк компания ICL открыла, чтобы развиваться и открывать новые направления. А чтобы всегда было откуда набирать новых специалистов, соглашение с КФУ. За счет частных инвестиций, хотя мы инфраструктурой тоже помогаем, появляются новые рабочие места. Очень квалифицированные молодежь получают возможность найти себя. Так нашла себя Гульнар Гемаледзинова. Лингвист по образованию, заинтересовалась в IT-сфере и прошла стажировку компании. Теперь работает с клиентами со всего мира. Например, на стороне заказчика есть 5000 новых ноутбуков. И сторона заказчика, например, в Великобритании. И мы устанавливаем операционную систему, находясь здесь. В современном офисе формата Open Space пространство действительно максимально открыто. На одном этаже размещаются почти 200 работников, при этом никто друг другу не мешает. Столы обшиты шумополгощающим покрытием, тумбочка одновременно, стул тоже экономят место. Восемь этажей, площадь почти 13 тысяч квадратов и больше 1200 рабочих мест. С площадкой города Иннополис одноименная особая экономическая зона не конкурирует, а скорее ее дополняет. Места также будут предлагаться компаниям IT-индустрии всей страны. Наша основная задача состоит в том, чтобы баланс человеческих ресурсов, отраслевых в области информационных технологий, здесь, в Российской Федерации, в странах СНГ, сформировать в пользу Татарстана. Все это работает 24 на 7, как и полагается пристанющую IT-технологии. Для работников парковка и шаттлы в город. Рядом есть станция Юбилейная, это 250 метров от нашей площадки. Мы будем также просить президента, чтобы поработать железной дорогой и сделать более частое движение электричек в утренние и вечерние часы. Так с технопарком поднимут и инфраструктуру. Здесь уже строится поселок для специалистов. Неподалеку, через 10-15 лет, появится и жилой комплекс на 20 тысяч человек. И усады станут целым IT-кластером в 10 минутах на электричке от центра Казани. Лена Зинатольна, Мороза, Долин, ТНВ, Лайшевский район. Воздействие на атмосферный воздух, почву и воды. Какие аварии возможны и какая система очистки будет работать? Ответы на эти вопросы представили сегодня инвесторы мусоросжигательного завода. В поселке Осиново открылась общественная приемная по подготовке к публичным слушаниям. Что волнует горожан? Анна Горотова. Иди до шести. Иди. И кто там принимать? О том, что сегодня в Доме культуры заработает общественная приемная, жителей Осиново известили заранее. Публиковали информацию в местной республиканской федеральной прессе. К открытию люди пока не спешат, но вопросы уже подготовили. Экология, конечно, главный вопрос на сегодняшний день. Как это отразится на здоровье? Мне интересует именно концентрация тех вредных веществ, которые будут в результате горения. Пусть активисты уж посмотрят, мы он инвалиды. Разведены все расчеты в зависимости от розовитров. Можно будет убедиться, что даже для курортной зоны можно поставить этот завод. На документации работала казанская компания, имеющая опыт в таких исследованиях. Дана предварительная оценка воздействия завода на окружающую среду. Почти 700 страниц, графики, таблицы, пояснительная записка. Прийти может любой человек, может взять с собой документ, удостоверяющий личность, зафиксироваться в журнале, оставить свои вопросы, либо замечания, свою точку зрения. Паспорт обязателен, если человек хочет получить ответы на вопросы. Проектная документация доступна в электронном виде на сайте администрации Зеленодольского района и проекта «Энергия из отходов». Инвесторы уже получили более сотни замечаний и предложений. Надеемся, что общественность примет участие в рассмотрении проектной документации, потому как мы считаем, что это своего рода помощь и нам, потому что не то, что чем больше мнений, тем лучше, но мы надеемся на конструктивные замечания и предложения. По словам инвестора, поездка за границу в силе, желающих возможно ознакомить с работой завода в Великобритании. На этой неделе определится список людей. Изучить же проектную документацию можно в Доме культуры по будням. Вопросы принимают и по телефону. Общественная приемная будет работать ровно 30 дней до проведения общественных слушаний. Их назначили на 28 июня в 15 часов дня. Регистрация участников начнется за 2 часа до начала. Анна Городнова, Амир Залюшев, ТНВ, Зеленодольский район. В реабилитационные центры большие очереди с получением инвалидности, бюрократические трудности, а сумма пособия не устраивает. В Казани на митинг вышли родители детей-инвалидов. Так они собираются раз в год накануне Дня защиты детей. Вопросов у них много. Ответа на них искала Альбина Солгараева. Нету специалистов, нету людей, готовых работать с нашими. И еще много других волнующих вопросов. Так, сыну Альбины Кадыровой 8 лет, у него врожденный тяжелый диагноз – ДЦП. Сумма выплаты по уходу за ребенком-инвалидом устанавливается указом президента страны. В последний раз она индексировалась в 2013-м, и сегодня это 5500 рублей. А до этого было не более 2000. Родители и опекуны же просят, чтобы пособие было равным хотя бы с минимальной оплатой труда. Сегодня это 11193 рубля. Помимо этого есть еще вопросы к министерству образования, к министерству здравоохранения, фонду социального страхования, медико-социальной экспертизы. Актуальный вопрос – очереди в реабилитационные центры. Особых детей с каждым годом все больше, а попасть в учреждение можно только по графику. Некоторым же малышам нужно постоянное лечение. Вместо того, чтобы нам заниматься лечением одного ребенка, обучением другого ребенка, семейными проблемами, которые насущные, мы должны бегать и прошибать своим лбом стены бесконечных кабинетов. Сейчас в республике 13 реабилитационных центров. Три из них в Казани. В первом квартале реабилитацию прошли 1791 ребенок. Местами вроде и обеспечены, но по медицинским показаниям в таком лечении они нуждаются чаще. А там очереди. Вопросы поддержки детей-инвалидов поднимаются и в Госсовете республики. Комплексный подход. Нельзя подходить вот так, что только сумму поднимать. То есть мы должны максимально помочь семье. Может быть, все-таки надо сделать так, чтобы в санаторно-курортной путевке больше было. Чтобы дети эти могли в садик ходить, в специальные садики были, да. Чтобы эти дети могли ходить в школу. Еще одна проблема – получение инвалидности. С ней столкнулся Николай Ермолаев из Пестричинского района. У сына ДЦП после того, как ребенку исполнилось 18, он обратился за подтверждением статуса. Потратил на это время, нервы, силы и деньги. В 2017 году я обратился в нашу районную больницу, чтобы подготовиться к получению инвалидности. В итоге я не мог получить документы. Я ребенка 4 месяца в Казань возил. Это для него огромный стресс. В Пестрицах нам сегодня прокомментировали эту историю. Мы же его уговаривали, что мы хотим его пересвидетельствовать, так как он больной, такой маломобильный, пересвидетельствование на дому. Он вот отказался, в связи с чем пришлось потом взять на очное свидетельство. Но медицинские документы мы все подготовили в полном объеме и представили больному вместе с Талоном Бюро Министерства социальной экспертизы. Подобные митинги проводятся раз в год. Напомним, что со всеми вопросами опекуны и родители могут обратиться еще и к уполномоченному по правам ребенка в Республике Татарстан. Альбина Слагарева, Айсул Хафизова, Рамдель Гарипов, ТНВ, Пестричинский район, Казань. Многодетной семье нужна помощь. После пожара они остались без крыши над головой и всех документов. Фаниль Ракипов и Рима Игнатьева из села Федотовка Лениногорского района воспитывают семерых детей. Какая сейчас им нужна помощь, расскажет Светлана Звонарева. На месте когда-то шумного от детских голосов дома теперь только молчаливое пепелище. Пожар начался ранним утром 11 мая, как выяснилось, от замыкания электропроводки. Родители едва успели спасти из горящего дома полусонных детей. Остальное – вещи, одежда, мебель, личные документы – уничтожил огонь. Приходим сюда, уж ключи ищем, документы не остались. Думаем, ну ничего не осталось, к сожалению. Это очень даже неприятно, все равно даже до сих пор в душе неспокойно. Боимся даже, ночами не спим. До сих пор в шоке от произошедшего глава семейства. В огне он потерял и водительские права, поэтому пока не может возобновить свою работу. А ведь у него на попечении семеро детей. Двум близняшкам всего полгода. Работать из-за этого не могу. Нет-то как, не уволен? Ну, без прав куда поеду сейчас? И без паспорта. Без паспорта ничего не могу. Все документы сгорели. На горе многодетной семьи тут же откликнулись односельчане, родственники, друзья. Помогают кто чем может, кто деньгами, кто личными вещами, одеждой и ововью. Но главная проблема – жилье. Пока их приютил отец Риммы в своем старом доме, где нет воды и удобства на улице. Со стороны сельсовета мы предусмотрели два жилых дома, но которые непригодны в настоящее время для жилья. И нужно отремонтировать. Нужна финансовая помощь. Где-то полторы миллиона рублей, чтобы привести в порядок. Если кто-то из наших телезрителей захочет помочь многодетной семье, номер телефона вы видите на нашем экране. Светлана Звонарев, Адгасин, Булат Шифигулин, ТНВ, Лениногорский район. Это новости Татарстана. Смотрите далее в выпуске. Проверить воду на токсичность. Ежедневно отбирается проба воды в районе Казани Олегов. Справилась ли река Казанка с проверкой татарстанских экологов в преддверии чемпионата мира по футболу, узнал Сергей Хайдаров. Путь стукая. Быть как местные, приночевать у них, подоить козу или корову. В Казани презентовали новый туристический маршрут. Что ждет тех, кто готов его пройти? Альбина Слагараева. Дальнейшее сотрудничество Татарстана с компанией «Арамстронг» обсудил сегодня Рустам Мениханов с ее вице-президентом господином Вилфредом Мидлом. В 2015 году производство этой фирмы заработало в особой экономической зоне «Алабуга». Как рассказали на встрече, сейчас продукция востребована на рынке. Здесь создаются и новые рабочие места. Погостить у местных жителей, приобщиться к творчеству Габдулы Тукая, пройти деревенский квест. Новый национальный этнокультурный маршрут «Путь Тукая» сегодня презентовали Рустаму Мениханову. Пройти по нему можно будет пешком, на лошади или велосипеде. Каким районом пройдет «Путь Тукая»? Альбина Слагараева. «Путь Тукая» взял свое начало. С кабинета президента республики Ремаратникова, автор проекта, презентовала его. Она предлагает пройти по стопам поэта. Особенно нам при обсуждении всем понравилась возможность погружения в быт татарской деревни с сохранением и возрождением ремесел, которые там есть с пропагандой и с показом демонстрации, скажем так, татарской кухни. Возможность сходить в леса, где жил Шурале и другие персонажи Тукая. Новый туристический маршрут будет экологичным, национальным и этнокультурным. Проляжет предварительно по Арскому, Высокогорскому, Атнинскому и Балтасинскому районам, так или иначе связанным с именем Габдула Тукая. «Пустамургалечу идея понравилась, он ее одобрил. Но он сказал, что не надо замыкаться на этих четырех районах, надо взять гораздо шире, надо взять, приобщить к этому проекту и Квукмар, и Балтаси, и Тюлячи». «Путь Тукая» будет пешеходным. Туристы жене, готовые пройти по нему, смогут взять лошадей или велосипеды. Ночевать нужно будет у деревенских жителей, вместе с ними вести быт. Доить корову, рубить дрова, топить баню, при этом знакомиться с татарской кухней, историей и литературой. «Сегодня необходимо найти те точки, которые могут стать реальными бизнес-проектами на этом маршруте. Ночлег, питание, конные прогулки, прокаты велосипедов». В перспективе появятся и специальные тукаевские сельские квесты. Это для привлечения молодежи. Но в том, что на путь Тукая встанут туристы, нет сомнений. Только Крылай за прошлый год посетили 50 тысяч человек. Современные технологии пришли и в арские леса. Путь Тукая будет и в мобильном приложении. Его можно будет скачать и пользоваться всей разъяснительной информацией. По плану в литературный тур можно будет отправиться и зимой. Альбина Слагараева, Ринат Сафин, ТНВ, Арский район, Казань. Бизнес на селе сможет быть застрахован. Сегодня на семинаре для глав поселений в Высокогорском районе Фарид Мухаммедшин поделился видением стимулирования жизни в глубинке. В Татарстане в этом году принято решение сохранить для этого финансирование всех республиканских программ. А риски, связанные с колебаниями цен на молочном рынке, возможно окупит страховка. На федеральном уровне Фарид Мухаммедшин предложил продумать механизмы для страхования предпринимательства на селе. А главам поселений спикер рекомендовал активнее работать с жителями. Такие встречи, они весьма полезны. Вот с таким выводом, если вы уедете, то мы можем далеко продвинуться вперед в работе с населением. Проверяют качество воды и наличие загрязнений в воздухе. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу татарстанские экологи взяли пробы. Такие проверки специалисты будут проводить каждый день, вплоть до закрытия соревнований. Что показал контроль, результат озвучит Сергей Хайдаров. Мы проводим анализ на содержание аммонии в воду. Эти пробы из реки Казанки экологи взяли еще в 5 утра в лаборатории. Все смешивают с реагентом. Он-то и позволит определить наличие аммония. Только в этом году в преддверии чемпионата мира уже взяли 122 пробы. На 14 водных объектах столицы. Каждый отдел берет для себя необходимое количество воды. И параллельно во многих точках идет анализ этой воды. И уже потом все данные собираются. И готовится протокол результатов анализа. Таким образом анализ воды проводят сразу по 30 химическим показателям. Причем результат может стать известен как за 5 минут, так и за 5 дней. Вода нормальная. В мае месяце мы хотим стать активным к лучшему. Да, конечно. С первого взгляда эта лаборатория может напомнить магазин аквариумов. Но в данном случае это не декоративная прихоть, а необходимость. Именно рыбки и водоросли делают из обычной водопроводной воды воду биологизированную. Именно в ней потом и живут низшие ракообразные, необходимые для дальнейших анализов. Перед нами уже газонетическая стойка, где установлены уже газонетизаторы. Если для проверки воды экологам нужна лаборатория, то проверить качество воздуха они могут прямо на ходу. Все необходимое в этом микроавтобусе. Результаты хорошие. Воздух атмосферного уже все в норме. У нас по плану ежемесячный уже отбор этих всех точек. Это уже все включено в план график. Такие проверки воды и воздуха экологи будут проводить вплоть до закрытия чемпионата мира по футболу. Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, ТНВ Казань. Фанат Ювентуса анализирует игры КамАЗа, болеет за сборную России. Главный комментатор набережных Челнов Альберт Хафизов. Ученик Геннадия Орлова на время мудиали станет комментатором для друзей. Почему игры чемпионата мира он будет смотреть по телевизору, узнал Салават Мухаммадолин. Так, внимание, проход по флангу, навес, борьба в штрафной. Судья ставит пенальти. Этот голос знаком всем челнинским любителям футбола. Альберт Хафизов, комментатор футбольных матчей КамАЗа. Не профессия, а мечта местных мальчишек. Учился и продолжает учиться искусству комментирования у мэтров. Самый большой друг, без ложной скромности, это Геннадий Сергеевич Орлов из Санкт-Петербурга. Мне эту историю поведал замечательный наш коллега. Проживает в набережных Челнах. Альберт Хафизов. Он тоже журналист, он фанат Ювы. С ним познакомились, тоже пока работал на радио. И сейчас созваниваемся, обсуждаем не только футбольные дела, но и житейские. Фанат туринского Ювентуса на время мундиали наденет шарф сборной России. Смотреть матчи на стадионы не поедет. Профессиональная привычка наблюдать за игрой по телевизионному экрану. Ехать никуда не планирую. Планирую просто посмотреть все дома, потому что так комфортнее. Я не тот зритель футбола, который ходит на футболный стадион. Мне комфортнее именно смотреть матч, если сам матч смотреть, не комментировать. Мы берем и смотреть, то лучше, конечно, потому что есть с кем обсудить, поговорить, послушать. Ожидание от главного футбольного турнира четырехлетия. Красивая игра и востребованность новых стадионов после чемпионата мира. Я надеюсь, что вот этот чемпионат мира даст толчок не только в крупных городах, таких как Казань, Екатеринбург, Калининград, Москва, Петербург, но и в города поменьше. А со своей стороны Альберт обещает комментировать так, что футболом заболеет каждый. И кто знает, может именно его голос через четыре года мы будем слышать по телевизору во время матчей нашей сборной уже в Катаре. Слава Тухмадуллин, Ишата Юпов, Альберт Шефиголин, ТНВ, Казань. Футбол сейчас играют в каждой серьезной кампании. В Нижнекамске прошел традиционный турнир по мини-футболу на первенство ТАИФНК. Соревнования между подразделениями организаций проводятся с 2006 года. Турнир чемпионата на кубок компании ТАИФНК в этом году собрал семь команд предприятия. Спортивный праздник стал уже традицией. Ребята его ждут с особым волнением. Тренируются целый год. Артур Колотов занимался спортом с детства. Устроившись на предприятие, стал играть в команде мечта нефтеперерабатывающего завода, который в течение пяти лет лидер этого турнира. Не только стимул труда, это, так сказать, здоровая атмосфера внутри коллектива. Тут потому что играют и начальники, и простые работающие персоналы, обслуживающие персоналы. Поэтому на поле все равны. На поле все равны. Тут такая дружеская, приятная атмосфера. Искандер Валеев – инженер технолога комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. В компании ТАИФНК он работает с 2006 года. До этого футболом не занимался. Теперь уже участвует в городских состязаниях. Именно трудоустройство как-то побудило занятие спортом, потому что у нас в объединении серьезно подходит к социальной стороне коллектива. Всегда организуются соревнования. Недавно мы начали участвовать уже в городских соревнованиях, в городской футбольной лиге города Нижнекамска. По мини-футболу, по большому футболу. Ребята довольны. С удовольствием все участвуем. Большое спасибо, конечно же, нашей компании в лице генерального директора Шамгуна Варушан Рашидыча, что тоже нам помогает, поддерживает нас. Такого рода состязания ТАИФНК организовывают на протяжении года. Кроме летнего и зимнего футбола, это лыжные гонки, эстафеты, теннис, волейбол, а также семейный праздник. Лидером чемпионата ТАИФНК в этом году вновь стала команда «Мечта» нефтеперерабатывающего завода. На второй строчке коллектив КГПТО замкнула тройку лидеров команда «Джокер», цеха номер один, завода «Бензинов». Алмаз Гафиатов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамск. Птицы могут сделать утро эксклюзивным. К жительнице Казани, нашей коллеге Дени Хисамудиновой, прилетел необычный птенец. Окрас как у голубя, а вот клюв нетипичен. Разглядели в крылатом гости белую ворону. Эта птица чаще звучит в виде фразеологизма, нежели встречается в живой природе. Как легенда становится реальностью у Альбины Минибаевой. Вижу белую птицу, и я думаю, наверное, голубь, какая-нибудь весточка придет, благая. И тут до меня доходит, что для голубя как-то странноватая птица выглядит. Утро нашей коллеги Дины Хисамудиновой началось как в песне. Одинокий голубь на карнизе за окном. Но птица оказалась далеко не голубем. Крылатому гостю семья присматривалась час, разглядели то, что в жизни еще не видели. Муж мне говорит, так это же ворон, маленький вороненок. Ну, похоже, потому что реально на ворона похоже. Я такая, ну как так-то белый ворон, такого же не может быть-то. То само окно, возле которого с утра погостила птица для спального района Казани, белая ворона явление редкое, но все же не уникальное в природе. Птицы и зверей с таким окрасом называют еще альбиносами. Куда улетела ворона, остается загадкой. Для большинства казанцев белая ворона – это легенда. И фразеологизм в существовании птицы многие не верят. Белого ворона нет, не видел. А насчет веры, не верю, ну в природе всякое бывает. Нет, это не может быть. Это уж про людей говорят. Устойчивому словосочетанию не одна сотня лет. Классические лингвисты уверены, выражение пошло от античного писателя Ювенала. Пишет о том, что возможно будет время, когда раб станет царем. Но это такая же легенда, как белая ворона. Вот в частности птенец альбинос, ворона, а здесь обычный птенец. Оказалось, белая ворона не только литературный прием. Птица реально и это не отдельный вид, а та же серая. Только вот мутированная в окрасе биолог Ильгизар Рахимов ни разу не видел полностью белый особь. Явление уникальное и одновременно пугающее. Тут связано и с загрязнением среды, и все это может быть. Естественно, способствует возникновению таких аномалий в морфологии. Я могу считать, что нам страшно повезло в этом году с вами, что мы с вами увидели наконец белую ворону. И теперь для Дины сегодняшнее утро может стать легендарным. С семьей из окна они увидели то, что не все биологи могут наблюдать. Альбина Минебаева, Александр Лобанов, ТНВ. Казань. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До встречи в 21.30. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Сборная России по футболу продолжает свою подготовку к домашнему чемпионату мира. Завтра команда Станислава Черчесова проведет контрольный матч против Австрии. Это будет первая игра на сборах у нашей национальной дружины. Напомним, что в составе команды сразу три футболиста Рубина. Вратарь Саслан Жанаев, защитники Владимир Гранат и Федор Кудряшов. Попадут ли они в окончательный список станет известно до 4 июня. В четверг команда прилетает в Новогорск, а 5 июня проведет контрольный матч против сборной Турции. Напомним, что чемпионат мира стартует 14 июня. Конкуренция должна быть. Когда я ехал сюда, я понимал, что здесь будет большой выбор вратарей в стране. Поэтому это нормальная ситуация. Продолжаем тему. Чемпионат мира все ближе, соревнований все больше. Сотрудники телеканала «Новый век» приняли участие в корпоративном турнире, посвященном домашнему Мундиалю. 12 городов, в которых будут играть мировые звезды футбола, провели свои чемпионаты среди организаций каждого города. Команда ТНВ традиционно в числе фаворитов. Наши телекомпании ежегодно участвуют не только в республиканских, но и в федеральных стартах. В результате в непростой борьбе телевизионщикам удалось выиграть бронзу. Чемпионом стала альметьевская команда «Дивон Кредит», «Серебро», «Донофлекс». Теперь ребята из нефтяной столицы сыграют в Москве за главный кубок. Если татарстанская команда станет чемпионом, то выиграет право построить футбольную площадку у себя на родине. Аналогов такого проекта не было, чтобы корпоративный турнир в 12 разных городах сразу. Это все проходит в течение четырех недель, то есть это все в течение месяца. И в завершение к баскетболу «Уникс» вырвал победу в овертайме и повел в серии с Нижним Новгородом. Третий матч четвертьфинальной серии плей-офф единой лиги ВТБ казанцы провели на выезде. Игра прошла в равной борьбе, основное время встречи закончилось в ничью. Для выявления победителя потребовался овертайм. Кульминацией матча стал момент, когда хозяева забили два штрафных. Смит в последней атаке промахнулся, но Эджем успел добавить мяч в корзину на исходе игрового времени. Итоговый результат встречи 95-94. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Уникса». Следующий матч пройдет в Казани 31 мая. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды. Теплый атмосферный фронт принесет в Татарстан потепление, но такая погода продлится всего лишь сутки. Подробнее после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево, переменная облачность, пройдет дождь и 22 градуса выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге также пройдут дожди и также 22 градуса тепла. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске без осадков не обойдется. Столбики термометров покажут плюс 21. На северо-западе Варске, Кукмри, Балтаси. Облачная погода с прояснениями. Временами с дождем и 22 градуса выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, Буинске и Тржаном также пройдут дожди, но будет тепло 24 градуса. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши, переменная облачность, 23 градуса тепла, без осадков не обойдется. В последующие дни ожидается понижение температур, местами также пройдут дожди. Выставки «Мир динозавров» и «Веселые мультяшки» открылись в ТРЦ Южной по адресу город Казань, проспект Победы, 91, первый этаж. Выставки работают с 10 до 22 часов без выходных. Приглашаем в ТРЦ Южной на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справка по телефону 267-39-80. В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты доктор Рост с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево-11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. О погоде в столице. В Казани ожидается переменная облачность. Временами пройдет дождь – 22-24 градуса. Ветер с западной порывистый – до 9 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 50%. В утренние часы ожидается магнитное буря. Берегите себя. В конце выпуска интересная информация. Вы хотите получить чистую продукцию в ваших садах и огородах? Вам поможет Россельхозцентр и его биосредства. Здесь вы можете приобрести препараты на основе живых микроорганизмов, полезных насекомых, проверить почву и продукцию на безопасность. От болезней на растениях вам поможет Ризоплан. Россельхозцентр. Казань. 277-82-29. Субтитры создавал DimaTorzok